Семён Аркадьевич, оказывается, оружие у нас плохое. Я тут послушал гражданина Пашиняна, и ты знаешь, ну матом нельзя же ругаться в эфире. Но я всё-таки такое ощущение, что этот человек, который лично виновен в страшной трагедии армянского народа, который, ну, за последние сто лет, так как геноцид был до, ну, даже сравнить не с чем. Такого унижения не было за сто лет. И этот человек теперь говорит, что все вокруг виноваты, а не он, руководитель страны, верховный главнокомандующий. Оказывается, оружие было, ну, купил бы за два года, какое ему нравилось. Ну, да, самое интересное, что многие наши так называемые оппозиционные власовские каналы всё это начали очень быстро-быстро распространять. Да, это и появилось сообщение на Митузе, на Эхо Москвы, и Кашин, и бог знает кому, только не лень. РБК, все начали, значит, всё это распространять, что вот Пашинян сказал, российское оружие оказалось неэффективным и так далее. Ну, во-первых, познание господина Пашиняна вооружения, оно настолько примитивное, что дальше некуда. Я никогда не забуду, как он говорил о, значит, малоэффективности. Это же не первое заявление его по поводу российского оружия, значит, зидно-ракетных комплексов ОСА и АК. Но дело, что АК – это не зидно-ракетные комплексы, это оперативно-тактическая ракета, которая когда-то находилась на вооружении советской армии и была ликвидирована по инициативе Горбачёва и Шеварнадзе в одностороннем порядке в ходе, значит, ликвидации нашего ракетного оружия, значит, в Германии, ну, в наших войсках в Восточной Европе, да. Вот, это человек примитивный, вот он, насколько примитивизм приведет из него и так далее, да, то есть, это не его заявление, это попка-дурак, которому говорят, что говорить, он и говорит, да, а кто выставляет, то говорит, ну, давай вещи своими нами называть. У нас очень серьезная ошибка по оценке ситуации в Армении здесь, в России, вообще на Южном Кавказе. Это, я считаю, что, ну, надо, в конце концов, детально изучать, что там происходит и реально назвать вещи своими именами, да. У нас, напомню, все еще считают, что после этого конфликта Пашинян, когда приехал пару раз в Москву, под обоспростью наклонял голову, теперь он будет такой хорошенький, он все будет говорить, как оно на самом деле есть, а не придумать никаких сказок. Нет, дорогие, я много раз говорил, говорю и в очередной раз, да. Это очень хитрое бестие, да, он примитивно просто в оценке там военно-бальчистской ситуации, ну, это примитивизм там полный из него прет. Ну, это человек, который не просто выбрались относительно какой-то группы так называемых оппозиционеров в Армении, соровские структуры, и сделали его, конечно, в счете, благодаря ряду многоходовок, головой государства, да. Именно по Конституции Армении, значит, главнокомандующий вооруженных сил, главный чиновник, условно говоря, в Армении является премьер-министр, да, вот, которого, кстати, снять очень-очень сложно, да. Да, вот так задумывали те, кто писал эту Конституцию, предшественник известный господина Пашиняна, да, но писал под себя, оказался под этого, значит, деятеля, так сказать, да. Значит, и это человек, на котором давно находится, как агент спецслужб иностранных государств, что много раз доказательства были огромные, в том числе я проводил, и не только я проводил, да. Когда мы искренне удивлялись, а что делать самое большое посольство, второе, значит, посольство Соединенных Штатов вообще, одно крупнейших в регионе, маленькая Армения, да, колоссальное посольство, когда едешь вдоль забора, когда же оно по депрограммам кончится, так сказать. По территории, по крайней мере, в разы превышает посольство Соединенных Штатов в России, так, на всякий случай. Это все маленькая Армения. Много раз приходилось говорить, у нас игнорируют многие товарищи, которые занимаются этой страной, этим регионом вообще как таковой, что Армения является для Запада, являлась ключевой страной для вытеснения России с Южного Кавказа. Потому что очевидно, что Армения осталась единственной страной, где Россия имела свои позиции и могла сказать, что это вот союзник, так сказать, да. Все остальное – это бред сивой кобылы. Во всех остальных государствах уже давно возобладал западный подход, и особенно турецкий подход. И, значит, не надо фантазировать. Поэтому там было самое большое посольство в Соединенных Штатах, большое посольство в Великобритании. А Великобритания исторически всегда связана с Турцией. Я уж не говорю, что Турция является членом НАТО, как и Соединенные Штаты. И задачей которой являлось вытеснение, выталкивание России из региона и вытаскивать из Армении. Если это произойдет, это будет геополитическая катастрофа для Российской Федерации, для тех, кто в этом деле не соображает. Поясняю, почему это будет происходить. Потому что тогда еще более активно, я не хочу сказать займутся, потому что уже давно занимаются, займутся югом Российской Федерации и в том числе северным Кавказом. Уже вовсю занимаются. И это может привести уже к серьезным проблемам с нашей безопасной территориальной безопасностью. Вот поэтому вот этот чудик и был приведен к власти. Это Соросенок. Его хозяйка там. Шестерка даже не у Сороса. Но давай вспомним его политические взгляды. Он же говорил, что их задача выход. Выход, в частности, из всех структур, связанных с Россией. Из ОТКБ. Отовсюду, где есть Россия. И вот так с этой целью, в общем-то, и ставили туда. Это шестерка Лариса Миносян. Это глава представительства Сороса там. А кто такой Сорос? Мы говорим, Сорос, Сорос. Сорос – человек, который, честнейшим образом, сотрудничает с американскими, британскими спецслужбами. Для него, главное, поучаствовать в этих оранжевых революциях, на этом что-то поиметь, заработать. Это некий парус только в современном исполнении. Извините за откровенность. Вот кто это такой. И вот его действия привели к власти. Он, соответственно, везде внедрил соросят этих. Помнишь, мы с тобой критиковали 29-летнего руководства Службы национальной безопасности? Конечно. Органиши как-то там и так далее. Судя его фамилии. Ну, чмо-чмо-чмо. Вообще никакой, по сути. Но этот человек сейчас продолжает входить в ближайшее окружение господина Пашиняна. И таких людей масса там, понимаешь, насадил там. Значит, очевидно, что уже столько доказать то, что он просто продал Карамаху. Даже просто интересно эту тему говорить. Это уже фактура его многочисли. Сейчас он всячески цепляется за власть. Цепляется любыми способами. В том числе, вот этими своими антироссийскими высказываниями. Когда у нас здесь, напомню, все считают, что вот сейчас как-то там с ним можно будет разговаривать. Вы сильно ошибаетесь. Посольство Соединенных Штатов России не сократилось. Оно работает 24 часа в сутки. А почему он должен захотеть с нами разговаривать, если он усидел? Он же считает, что все нормально. Он же уцелел. То есть получается, что... Ну, для меня это звучит так, что Армения смирилась со всем, что произошло в Харабахе. Значит, армянский народ не смирился. А я не говорю про народ. Это очень важный момент. Я как раз не говорю про народ. Я говорю исключительно про официальную Армению. Он не доделал свою работу, Владимир. Сейчас от него требует доделать эту работу. А для этого он должен оставаться там. И когда говорят, что вот, извини меня, у него есть хозяева. Хозяевам говорят, не вздумай уходить. Ты уйдешь, они прекрасно понимают, что к власти в результате выборов придут пророссийские руководители. Люди ориентируются на Российскую Федерацию. И получится, что зря они все это старались. По крайней мере, в значительной степени зря. Вот поэтому задача стоит четко перед ним. Не уходить. Любым способом не уходить. Что хочешь говорить, бей демонстрантов. Значит, сейчас всплывает информация. Кстати, Арам Ашотовича на Тигран канале хорошо описана. И другие источники подтверждают, что вот эти дни он пригласил к себе пять руководителей армянской полиции. И сказал, что если вы не будете на меня работать, а на вас рад компроматов. В том числе компромат о том, что вы отказывались ехать воевать в Карабах. А поэтому, как хотите, кровью подавите эти выступления. Значит, сделайте все, чтобы арестовываете, избиваете, что угодно делаете. Значит, вот таким образом, вот этот демократ, в кавычках, который радовал за демократические преобразования, очень своеобразно понимает слово демократия. Как и очень своеобразно понимает слово коррупция. В Армении все больше и больше раздражений вызывает демонстративный, богатый образ жизни его семейки. Его супруги, которые сейчас в Лос-Анджелесе ходят по самым дорогим ресторанам Лос-Анджелеса. Пьет вино за несколько тысяч долларов. По самым дорогим бутикам один платок, который стоит годовой пенсии любого армянского пенсионера или полгодовой зарплаты армянского военнослужащия. Это все, это называется у него борьба с коррупцией, так сказать, такая. Все взял сразу. Борьба с коррупцией, когда он себе в карман коврит миллиарды долларов, он говорит, вот что-то нормально. И так же поедет демократия. Какой из него борец с коррупцией? Это всячески поощряется западными деятелями. Я еще раз говорю, если мы хотим остаться в Нижнем Кавказе и иметь свое влияние в этом регионе, а Армения самая максимально ближайшая страна, которая в Ближнем Востоке, мы должны усилить наше там влияние. И я думаю, и американцы, и аргличане, и турки, особенно турки, понимают. Потому что то, что делает Пашинян, это в интересах турецкого руководства. Недаром его сейчас прозвали в Армении крипто-турком. Так оно и есть. Потому что британская разведка, естественно, работает с турецкой. Руководитель британской разведки, личный друг Артагана и много чего-то другого. Я больше того скажу, сейчас в Турции делается много таких шагов, таких как бы незаметных, которые направлены на такую игру дешевую, показать, что Турция готова с Арменией задружиться и так далее. Как она дружит с Грузией, мы знаем. Аджария, это уже практически территория Турции. Район прохода, ряда логистических построений через Ахалсих и Ахалкалаки, это уже территория Турции. Поэтому там, где говорят о каких-то трубопроводах, дороге и прочее, с участием турок, можете не сомневаться, это будет присутствие Турции. А поэтому России там не должно быть. И, естественно, все это делается в этом плане. Дальше смотреть сквозь пальцы нам нельзя. Нам тоже надо активизировать. А так мы и будем потом вздыхать, ругать, значит, американцев, Сороса, англичан и турок. А за что нам их ругать? Нам их ругать за то, что они действуют в своих национальных интересах, пользуясь всем арсеналом средств? За что нам их ругать? А что, они должны в наших, что ли, интересах действовать? Ну вот, я об этом и говорю. Серьезно анализируйте, нельзя недооценивать врагов. Конечно, конечно. Очевидная вещь, что... Придом, что не все из них являются нашими врагами, но геополитически ясно, что они ни в коей мере не наши фанаты. Ну, это, мягко говоря, так я считаю, и враги, и противники однозначно. Значит, кроме всего прочего, извините, господин Пашинян, он, видимо, поговаривал и о том, что уберет базу российскую Гюмри, 102-ю базу, да? А потом, правда, начал немножко отрабатывать ход назад, но мы же видим, как этот человек устроен, да? Значит, о том, чтобы убрать погранвойска. Кстати, Турция во время переговоров, в свое время кто-то забыл, может быть, о турецких протоколах в Женеве, велись глупейшие переговоры о возможности открытия границы между Арменией и Турцией. Перыч заявлял о необходимости убрать, знаешь, кого? Российские погранвойска территории Армении. Напомню, что Армения – это единственное государство на постсоветском пространстве, и его внешние границы, в частности с Турцией и Ираном, охраняют российские пограничники. Они говорят, уберите их. Мы что, хотим дождаться этого момента, что ли? Ну, все к этому идет, поэтому ничего удивительно. Потому что идет такие заявления по нашему оружию, это на фоне восхваления некоторыми странами превосходства, турецкого оружия, извините за откровение, даже той же Украины, да? И вот идет оплевывание российского оружия. Неудивительно, что наша власовская пресса это поддерживает, всячески ее распространяет, потому что это удар по авторитету Российской Федерации, российской власти и российским вооруженным силам нашему ВПК. Очевидная вещь, да? Кто на кого работает, понятно, откуда деньги получают, тоже понятно. Поэтому нам серьезно надо заняться всем этим вопросом. Нам нужно, чтобы этими регионами компетентные люди, хорошо знающие механизмы происходящие, в этих государствах, да, а не примитивно оценивающие ситуацию. К сожалению, этого у нас есть, и никуда от этого не денешься. Вообще за этот регион сейчас идет очень серьезная борьба, Владимир. Я тебе скажу так, что сейчас стал вопрос, ведь он и раньше стоял, и сейчас усиливается по поводу переброски различных грузов из Центральной Азии и Китая по альтернативным путям. В свое время, когда Распад СССР был, я был начальником управления, да, вот, Серовым Михайловичем работал, да, ну, я говорил, что, да, хорошо, что сейчас логистика идет еще через Российскую Федерацию, ну, постсоветская еще система работала логистическая, но вопрос времени, когда это пойдет уже по другим путям, так сказать, и нам надо в этом поучаствовать. Мы к чему пришли? Вот возьми Каспийское море, непосредственно прилегающее к Южному Кавказу и Средней Азии, да. Значит, все государства Каспийского бассейна занимаются логистикой переброски, развивают переброски грузов через Каспий и через Южный Кавказ. Куда? В Турцию, да? Ну, если сейчас в Турцию идет, значит, логистика, так, кружным путем через Грузию, то многие турецкое руководство и западное руководство заинтересованы, чтобы шла эта логистика через Армению напрямую. Отсюда многие там некий известный проект. Он не нужен Российской Федерации, потому что он никаким образом не имеет отношения к интересам Российской Федерации. Мы заинтересованы, чтобы не наши грузы куда-то шли, куда-то так, а чтобы через нашу территорию все это максимально шло, и в том числе грузы из Центральной Азии, Ирана, Пакистана и Китая, да? Ну, у нас самостоятельных, значит, путей может быть два. Это иранский путь, это через Иран, в Иране есть такой на севере Ирана порт на Каспийском, Энзели, из Энзели в Астрахань и через территорию Российской Федерации в Европу. Это очень эффективный путь. И, насколько я знаю, такое понимание есть, вообще на самом высоком уровне, да? Есть некие документы подписаны, но их реализация – это очень сложный процесс, потому что масса конкурирующих структур, которые пытаются все это отодвинуть в сторону. Насколько это интересно, я тебе скажу такой пример. Вот американцы, например, имеют санкции против Ирана, так? Ну, и в Иране есть мы как-то об этом порте, я говорил, когда мы несколько расклад делали по поводу возможного конфликта с Ираном, американцев, Чар-Бахар называется. Этот порт Чар-Бахар находится на Аравийском полуросте, это иранский порт. Так вот, американцы не распространяют своих санкций на этот порт. Ты можешь представить? На всю страну есть, на этот порт санкций нет. То есть можно что угодно строить, что угодно развивать. Вот так они работают. А что ты... Знаешь, я в свое время с зимбабийскими товарищами разговаривал, с командующими вооруженными силами, он говорит, на все у нас санкции есть, на хром нет. Почему? А американцам наш хром нужен. Конечно. На все есть хром, давайте сюда. Они всегда так поступают. Что им надо, то и дело. Правильно, как ты говоришь. Они делают, что надо, что с точки зрения их интересов политических, экономических и так далее. Почему Чар-Бахар нужен? Потому что Средний Азис становится очень заманчивым с точки зрения экономического развития региона, особенно Узбекистан. На фоне той стабильности, которую достиг свой Ислам Плышко-Каримов, нынешний президент Узбекистана делает очень много для развития экономики. Пойдут колоссальные инвестиции из Европы, сейчас есть Германия и из Китая. Это грузы надо вывозить оттуда. Это очень хороший поток. И американцы Чар-Бахар сохранят для чего? Они хотят логистику сделать через территорию Афганистана, и из Афганистана в том числе, и вывозить те грузы в Аравийский порт, а дальше пошло. Но нам тоже аналогичным образом поступать, мы заинтересованы поэтому в этой транспортной схеме, которую ввел бы из Индзели в Астрахань и выше. Но есть еще один интересный транзит, который нам был интересен, где задействована Армения. Это давно-давно говорящая железная дорога, которая ведет из территории России, Абхазии, Грузии через Армению в Иран и туда, к Персидскому заливу, в порт Бандер-Абас. Это огромный иранский рынок, это огромный рынок Ближнего Востока, колоссальный просто и так далее. И насколько я знаю, сейчас даже грузины, которые при всем там есть проблемы в отношении с нами, в том числе в Абхазии, заинтересованы в этой дороге, потому что они прекрасно понимают, что вложиться по Турцию дальше нельзя. Это может очень плачевно закончиться, они на своей шкуре уже это познали. И вот они тоже стремятся к этому. Поэтому Армения становится важным в этом плане государством и американцы, их союзники будут делать все возможное, чтобы мы там не просто не закрепились, а чтобы оттуда нас выбросить, изгнать оттуда. А вот для этого и нужен Пашинян. Вот для этого нужно, чтобы Пашинян там находился как можно дольше. Да, в ущерб армянскому народу, вне всякого сомнения, так сказать. Пусть приносить жертву, что угодно. Оплевывать отношения с Россией, оплевывать российское оружие. Я не удивлюсь, если завтра начнет хвалить турецкое оружие. Все, в общем-то, собственно, и происходит, так сказать. Ну, это как бы, для этого он там посажен. Он шестерка. Шестерка, мелкая шестерка, вот Соровская структура. А Соровская структура, это шестерка в спецслужа Соединенных Штатах и Великобритании, а через британцев работает турецкая. Вот поэтому отсюда такие заявления. Идет борьба за регион, понимаешь? И вот просто так думать, что вот там все будет слаживаться, так далее, дальше некуда. Тем Соросятам, которые его поддерживают, которые там несут иногда такую гель, что дальше некуда, хочу напомнить, как и в целом народу Армении, который абсолютное большинство, большинство абсолютное поддерживает пророссийские настроения и ориентирован на Россию, кто пришел в трудную минуту на помощь Армении в очередной раз. Что, Франция пришла? Ну, там вздыхали, что-то голосовали. Где это голосование, бог его знает, но не пришли. Соединенные Штаты, да, даже и вздыхать особо не вздыхали, да. Пришла Российская Федерация, пришли миротворческие силы Российской Федерации, да. И мы видим, как они относятся ко многим вопросам, да. То есть Россия пришла, в очередной раз пришла Российская Федерация. Семен Аркадьевич, прости, не могу не отказать себе в удовольствии. Покажите, пожалуйста, у меня на компьютере сейчас. Лейтенант Багдасаров. Краса и гордость танковых войск в Советской армии. Спасибо. И вот еще курсант Багдасаров рядом с боевой машиной. Так что, чтобы вы понимали, Семен Аркадьевич, мастер спорта Советского Союза по боксу, полковник вооруженных сил Советского Союза, да, Советской армии. Ты же в Советской армии полковником или уже в Российской? Да, 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 да. Нет, уже распад СССР, получается, больше, значит, российский, наверное. То есть подполковник-то был царский, а полковник уже российский, да, то есть, как раньше говорили. Но больше полковника тоже, да, то да, было непросто. Нет, 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 это было нереально. Да, так, Семен Аркадьевич, тебя с прошедшим праздником. Понимаю, как тебе горько и обидно слышать все эти глупости, которые говорит нынешнее руководство. Просто невыносимо, конечно. Чего они несут? Чего они несут? Да, Семен Аркадьевич, послушали бы они тебя, и все ситуации были бы, конечно, совсем и совсем иначе решены. Вы слышали потрясающего Семена Аркадьевича Багдасарова, за которым, на самом деле, надо каждое слово записывать, а не жалобы на него и на меня писать, и говорить, почему опять обидели. Мы не обижаем, но наши искандары мы в обиду никому не дадим.